комплекс для вытяжения позвоночника струна применяется если нужно сделать либо быстро либо очень мягко либо и то и другое вместе и соответственно для тяжело больных для спортсменов для детей для взрослых если допустим сильный болевой синдром то есть я свое время использовал на стационаре вот но можно применять и в домашних условиях для чего собственно это снимаем и так нам нужно три валика заводской формы ну мои фирменные то есть маленький средний большой мы их выкладываем условием является поверхность твердо ровно видео спальное место там требования поверхности указаны вот и дальше идет комплектация струны то есть для головы так называемая петля устройство натяжения две манжеты для ног соединительный трос это все вместе в комплекте есть из условий помимо поверхности нам нужны крепежные точки в данном случае это карабина то есть здесь у меня мобильная версия на столе установлены вот эти вот расширители и к ним сделан крепеж с двух сторон получается симметрично у вас крепежными точками могут быть так же как у меня карабина либо это могут быть крюки прямо в стену вот можно использовать крепление батарей можно использовать вплоть до дверной прихлоп то есть ткань пополам складывается и в дверь вот так вот запирается все там определенная плотность есть сила натяжения рабочая до 15 килограмм это немного даже дверной прихлоп выдержит по технике применения то есть нам нужно для начала выложить валики для начала конечно крепеж этот где-то создать выложить валики и выложить на него того кого будем растягивать так чтобы между крепежными отверстиями и осью тела была полностью прямая линия более того высота этого крепежа сейчас когда он у меня натянется будет видно что должна находиться в проекции макушки то есть струна комплекс называется потому что в виде струны будет человек мы создаем крепеж без чего струна не работает это без нижнего замыкания то есть вот эта вот часть троса она замкнута снизу то есть начиная с головы растяжение идет через устройство натяжения перекидывается через крепеж моем случае карабин полностью проходит под столом не размыкаясь выходит через вот это крепление заходит на ноги то есть это кольцо вот которое выглядит как получается две веревки участком веревки будет тело человека еще струна потому что мы будем натягивать то есть звучать конечно не будет но состояние меняется итак здесь мы видим что в крепежных точках трос может и должен скользить то есть натяжение должно перераспределяться между верхней и нижней крепежными точками чтобы тело человека могло удлиняться что называется по частям то есть нервная система неравномерно отпустит позвоночник вот и эта система компенсации то есть вот она принципе карабин на скольжение с хорошим тросом вполне себе этим требованием удовлетворяет трос можно даже взять чуть менее прочный на этом можно подвесить тонны полторы зато он привлекательный и так собираем в цепочку здесь и не случайно прямо навязал веревку потому что в зависимости от того как вы установите вот раздается с запасом никаких специальных крепежей не надо то есть узлы можно посмотреть так удобнее если трос еще хотя бы растянется на 5 процентов так можно контролировать вот как она собрана то есть на расширитель накидываются петли липы сзади обратите внимание это регулировка по размеру головы сам процесс есть динамометр через него мы контролируем большой рычаг для натяжения маленький для сброса для начала мы начнем с 5 килограмм вот это верхняя риска это то по которой мы смотрим после того как я натянул я проверяю строгость прямой линии и моя работа на этом закончена задача того кто лежит дышать моя задача смотреть как себя поведет вот это вот риска если вы обратили внимание то она уже уменьшилась с учетом что система у нас была полностью замкнута трос на вытяжение я уже всю слабину выбрал то есть вот настолько насколько риска уехал настолько мы вытянули данном случае два миллиметра вытянуть все тело можно максимум на два с половиной сантиметра то есть вот подобное подтягивание можно повторять достаточно долго 2 сантиметра то есть я натуральный замерял вот это правда на взрослых на подростки будет чуть поменьше суть метода в том что мы должны выбрать всю слабину то есть в таком состоянии позвоночника к концу ночи он в него входит потому что мышцы расслабляются за время ночи межпозвонковые диски раскрываются до нормального размера вот полностью весь рост можно с утра мерить вот и сейчас мы ждем что происходит происходит в принципе дыхание и ничего особенного то есть могут какие-то быть тянущие ощущения в мышцах но обычно даже их нет вот прошло около двух минут и риска дальше чем на миллиметр не сдвинулась в таком состоянии с момента прекращения вытяжения можно добавить еще 35 минут лежания если вот после того как я закончил вытяжение появится дискомфорт нужно снимать со струны сразу если дискомфорта нет то до пяти минут мы тянем кровоток еще больше усиливаться нам это нужно снизу конструкция выглядит вот так то есть большого диаметра манжеты обратите внимание не очень свободно надеты то есть тут еще можно даже половину удочки запихнуть сделано для того чтобы не пережимал все кровоток они многослойные потому что не должны быть достаточно жесткими опять же с целью сохранения кровотока вот здесь у меня два карабина потому что никакого точечного контакта не может быть карабинов должно быть 2 и в данном случае я также использую достаточно вольготный такой узел для регулировки вот это вот нашего натягивающего троса вот на это не смотрите это слабина это не то здесь точно также скольжение вдоль крепежной точки вот есть небольшая слабина троса я сейчас пойду еще подтяну и вот про эти вот крепежи я говорил то есть они могут быть очень разными в зависимости от ваших условий грубо говоря вот посередине от этого карабина вот по эту сторону струна все остальное ваши условия в процессе в зависимости от того как вы уложили тело выравнивается и часть удлинения происходит не только потому что мы действительно растягиваем позвоночник но еще и от того что мы немного поправляем тело если до этого допустим сколиоз был или просто привычный какой-то перекос там допустим плоскости таза то мышцы то они изначально длину имеет одинаковую растягиваем и тело выравниваем принудительно и нужно бывает поправлять в данном случае да тоже нужно поправлять то есть если голову я поправляю я ее отчасти поворачиваю отчасти смещаю валик держит на себе нагрузку с ногами тут ну все понятно то есть выровняли и все колени фиксированы вот с тазом больше всего вопросов возникало в первой версии видео и не могу таз просто взять и сместить во первых он не скользит во вторых косые будут против я как делаю я за счет амортизации поверхности немножко резонанс гоняю и чуть-чуть вот так вот можно сказать что в раскачку перемещаю то есть каждый раз там по долю миллиметра в итоге поправляю обязательно смотрю вдоль всей струны то есть если у меня этот принцип струны или нет если что-то меня наводит на сомнения я это проверяю в данном случае достаточно точно что мы смотрим вот мы нашли еще около двух миллиметров роста выбираем эту слабину то есть постоянно должна быть нагрузка на трассе вот напряжение идет с регулируемого на общий то есть все это под нагрузкой вот оно все да поэтому после того как вы выложили вытянули проверили на прямоту еще раз вытянули еще раз проверили на прямоту если вот после этого у вас вот здесь вот все ровно никаких движений нет то вот с этого момента еще около пяти минут можно полежать но если появился дискомфорт а бывают что на фоне полного вытяжения сразу тело защищается но это очень сложное такое действие внутри происходит тело в общем если что-то не нравится то снимаем если нравится пять минут держим никакого насилия никогда ничего хорошего не давал вот сейчас мы уже снимаем нужно вдохнуть втянуть живот и придерживая вот в этом месте сбросить если обратили внимание она полностью расслабляет трос это не совсем удобно но вместе с тем вот если пациенту сказать подготовиться то никакого дискомфорта не вызывает расслабленное тело никакого особого толчка нет так больше чтобы можно сказать чтоб страха не было после того как я снял нагрузку я могу снимать вот эту петлю могу не снимать в данном случае все-таки сниму вот после этого мы еще пять минут лежим уже можно вытащить валики или их не вытаскивать но в лежачем положении еще пять минут находимся никаких резких активаций никаких рывков никаких срочных дел пусть даже чайник кипит или это молоко убегает плита отмоется а вот расслабленным мышцам нужен покой